Работают полным ходом. Стройка нового многоэтажного дома в столице республики буквально кипит, но быстрый темп никого не радует. А напротив, возмущает жителей соседнего дома, ведь новая постройка перекроет все их окна. Кто дал разрешение на строительство дома в нескольких метрах от другого, узнавал наш корреспондент Патимат Ханапова. Загородили нам весь обзор жизни. Мы не видим ни солнца, ни неба, ничего. Здесь и солнца не видно, и тени не исчезают в полдень. Здания вокруг практически перекрывают свет. Кусочек неба из окон и дверей можно с трудом увидеть, и это малая часть неудобства. Чрезмерная близость незаконных построек ставит под вопрос безопасность людей. Сырости и трещины уже беспокоят жителей многоквартирного дома. Смотрите, вот первый этаж там высокий. Наш дом, вот видите, проваливается. У меня ванны, ванны, уже подвал, земля. Проваливается пол, заливаем, он опять проваливается. Наш дом внизу, он аварийный. Ну мы все видели. 90-е лихие видели. Все неприятности видели. Вместе со всей страной мы страдали. Но больше нет терпения от этих застройков. Помогите решить нашу проблему. Так, чтобы никто не был в накладе. Ни застройщики не мы. Кировский район Чайковского 2А. Спокойная жизнь здесь закончилась, еще когда начали возводить этот жилой объект. Сначала соседним жителям объяснили, по проекту здесь будет частный дом. Однако стройка со временем стала масштабной. Данный шестиэтажный многоквартирный жилой дом построен самовольно. Ранее у этого дома было выдано разрешение на трехэтажный жилой дом. После нарушения этажности управлением был собран материал и передано в правовое управление. Дальнейшую судьбу дома решит уже суд. Попала многоэтажка в легендарный список по сносу. Дошло аж до ликвидации одной из несущих стен. Однако процесс остановили. Снесенную часть уже успели повторно возвести. Кроме того, вокруг здесь одни многоэтажные строения, а здание буквально втиснуто между ними. Нарушение норм градостроительства налицо. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Расстояние между этими двумя многоквартирными домами всего 10 метров, хотя по закону должно быть не менее 20. Чуть было не лишились жителей дворовой территории, неизвестный в Урале Котлован. Если бы не гражданская позиция и недовольство жителей жилого дома, то сквер и детская площадка сменились бы бетонной стеной новой высотки. Вот, как видите, огороженная территория. Здесь собирались построить дом многоквартирный. Мы остановили стройку. Сейчас стало нам известно, что опять какой-то участок зарегистрировали. Кто-то под частное домовладение. Наш двор разделили на разные участки. Кому-то это продают, перепродают, что-то здесь строят. Хотя нас обманули, я считаю. Нам обещали, что здесь сделать детскую площадку для детей. И благоустроить эту территорию, чтобы можно было здесь выйти с ребенком, прогуляться в парковочные места. Однако в этой истории удивляет одно. Разрешения на строительство у застройщика имеются. А вот как администрация когда-то выдала его, остается под большим вопросом. Теперь проверять законность выдачи документов будет прокуратура. А жители тем временем живут в надежде. Увидеть за окном вместо кирпича и обычное солнце небо и зеленый двор. Патимат Ханабова, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала, Новости 24.